Биомеркер и ранние диагностики ПСА и его деревята. Рео Сергеевич. Уважаемые коллеги, мы поговорили о скрининге. Думаю, что многие из вас сделали для себя свой вывод, нужен скрининг или не нужен. Сейчас мы будем говорить о том, что является основным инструментом скрининга, то есть просад специфический антиген. Этот слайд я уже показывал, останавливаться на нем повторно не буду, но, в общем-то, это то, к чему привел скрининг, то, к чему привело определение ПСА. Немного статистики. Пятое по распространенности причины смерти от рака у мужчин и прочие довольно значимые цифры, которые говорят о том, что в принципе скрининг, какой бы то ни было, в какой бы то ни было форме, нужен. И главный посыл этого сообщения то, что у всех этих людей, в которых был выявлен рак простаты, у них было проведено определение уровня ПСА. Тут надо сказать, что ни один уровень, ни один результат этого определения не гарантирует наличие или отсутствие рака. В частности, при уровне ПСА меньше 1 нанограмм на миллилитр распространенность рака простательной железы составляет до 10%. То есть практически каждый десятый мужчина, у которого будет определён уровень ПСА в крови, даже при таком низком показателе будет иметь злокачественное заболевание. При этом было проведено несколько исследований, которые в принципе определяли ПСА во всех случаях у мужчин, даже без подозрения на наличие злокачественного образования. Так вот, этот уровень незначительно колебался в зависимости от возраста, но составил примерно 0,7-0,9 и в более старшей популяции 1 нанограмм на миллилитр. Это ещё одно исследование. И красным в последнем столбце выделена когорта пациентов, тех мужчин, которым скрининг, основанный на ПСА, точно принесёт пользу. Это возвращаясь немного посылом к предыдущему выступлению. Но ПСА, главная проблема такого показателя, как ПСА, это крайне низкая чувствительность, особенно при небольших показателях. И уже в 90-е годы, буквально через несколько лет после того, как скрининг стал распространён, повсеместно, по крайней мере в Соединённых Штатах Америки, стало понятно, что без дополнительных маркеров тут не обойтись. И одним из первых маркеров таких в 92-м году в этой работе в журнале Американской медицинской ассоциации было показано, что рост ПСА на уровень больше, чем 0,75 – это достоверный признак наличие злокачественного заболевания при стательной железе, особенно если речь идёт о метастатическом процессе. Динамика ПСА в этом случае крайне негативная, и, конечно же, такие пациенты будут требовать лечения. Стратегия улучшения чувствительности не свелась только к определению скорости прироста ПСА, потому что, как я уже говорил, чувствительность этого показателя очень низкая, 21%. В целом она повышается, и чувствительность, и специфичность при более высоких цифрах ПСА, в частности при 4 мг на миллилитр, составляет уже 60-70%, но были предложены другие решения для улучшения результатов и скрининга, и для улучшения интерпретации такого показателя, как ПСА. Для улучшения специфичности необходим более низкий уровень, необходимо определять плотность ПСА, плотность ПСА в транзиторной зоне, отношение свободного и общего, и так или иначе эти решения мы применяем в своей клинической практике. Вот одно из исследований, которое оценило динамику ПСА, то, о чём я уже упоминал сегодня в предыдущих слайдах, тем не менее 10 лет назад был сделан вывод о том, что динамика ПСА не повышает вероятность выявления рака и не оказывает влияние на выживаемость. То есть, по сути, это показатель, который не является обязательным в нашей клинической практике. Прошу прощения, здесь тоже часть слайда потеряна, но суть этого слайда в том, что чувствительность повышается при более высоких цифрах, и отношение свободного и общего ПСА может иметь пользу только в этой группе, в группе у людей, у мужчин с уровнем ПСА от 4 до 10 нгм. Но при этом нужно иметь в виду, что свободный ПСА – это достаточно нестабильный показатель и может быть подвержен изменению в зависимости от различных факторов, от комнатной температуры, от размеров предстательной железы и прочего. Но вот этот график, который чётко показывает, что, в принципе, и чувствительность, и специфичность, они меняются при росте этого показателя. Ещё одно интересное исследование, которое проводится сейчас в настоящее время, которое должно показать, как будет проводиться скрининг, как будет проводиться определение уровня ПСА в зависимости от того, как мы общаемся с пациентами. Это два вопроса, которые влияли на рандомизацию в одну из четырёх групп. Это разъяснены ли были пациенту все плюсы и минусы определения ПСА, так называемый decision aid, и будет ли пациент самостоятельно платить за это определение или нет. Результаты этого исследования мы узнаем через несколько лет, но, тем не менее, я думаю, что они будут очень интересны, независимо от того, какой вывод будет получен. То, о чём уже сегодня упоминалось, коликлиновая панель ПСА-3, индекс здоровья простаты, они приводят к улучшению выявляемости. Более часто выявляется рак простаты у тех пациентов, с помощью которых достоверно проводилось определение этих показателей. Ещё один дериват ПСА – это плотность ПСА. И вот одно интересное исследование, которое было проведено, результаты которого были опубликованы в этом году, в том, что при показателях МРТ с подозрением на рак простаты, то есть пайрат с 4 и 5, мы дальше будем говорить о результатах МРТ, и роли в выявлении рака простательной железы. В этом случае плотность ПСА достоверно имеет предъективную ценность в сочетании с этими результатами, с данными МРТ. Ещё один популярный инструмент для выявления рака простаты, который, наверное, обладает наивысшей чувствительностью, специфичностью и диагностической ценностью – это калькуляторы риска. Но, вспоминая про тему этого сообщения, ПСА, стоит сказать, что ни один калькулятор или предиктивная модель не обходится без ПСА. Поэтому, собственно, и тема этого сообщения о том, как этот показатель, который, в принципе, уже не новый, всем известный, как он благотворно влияет на нашу, в общем-то, работу. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, пожалуйста, если есть один вопрос в зале. У меня вопрос. Сергей Александрович, вот по поводу плотности ПСА, всё-таки почему, на ваш взгляд, он не используется сейчас практически всем пациентам делаем МРТ, да? Почему в клинической практике мы не используем? Ну, я думаю, Сергей Борисович, мы настолько часто видели раньше, как этот показатель определяется, что он определялся направо и налево, всем подряд. И так делать, конечно, не нужно. Есть определенная когорта пациентов, которые могут получить от определения этого показателя, от плотности ПСА пользу. И это достаточно ограниченная когорта. Поэтому, мое мнение, что для принятия решения о выполнении БФСИ в простаты достаточно просто уровня ПСА. Ну, граждане, кому он должен определяться, в вашем точке зрения? И определяете ли вы? Он должен определяться… Ну, на самом деле, мне кажется, что с распространением сегодня методов диагностики, таких как мультипараметрическая МРТ, 4-коллектринная панель, индекс здоровья простаты, принятие решения о выполнении БФСИ в БФСИ и простаты может проводиться и без определения плотности ПСА. Я лично никому не назначаю, не определяю плотность ПСА. Ориентируясь на результаты мультипараметрической МРТ и, собственно, уровень ПСА, мы имеем много инструментов для того, чтобы максимально повысить чувствительность и специфичность. Ну, судя из вашего слайда, при высоком уровне ПАИРАС ПЛОТНОСТЬ ПСА достаточно значима, имеет ли смысл дополнительно тратить деньги немалые для индекса здоровья простаты, других тестов, вместо того, чтобы получить из той информации, которую вы получаете, уже достаточно большое подтверждение. Совершенно согласен, не имеет смысла. Продолжение следует...